Здравствуйте, в эфире Селектор ТВ. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это фейковые новости, современная ситуация в журналистике Украины и так далее. И у нас в гостях Максим Балаклицкий. Максим, спасибо большое за то, что приняли наше предложение пообщаться с Селектор ТВ. И я знаю, что вы редко бываете в Киеве. Вот как раз такая возможность хорошая с вами непосредственно поговорить о вашей специализации, о теме, которая на мой взгляд очень актуальна. Вы доктор наук по социальным коммуникациям, вы профессор, профессиональный журналист. Написали не одну книгу по различным тематикам. У нас реально в Украине сейчас происходит фактическая война информационная с Российской Федерацией. Я недавно был в Алматы, в Казахстане, где выступал на форуме. И панель, на которой выступал, касалась темы фейковых новостей. Буквально вчера появилась информация, точнее позавчера, что убили журналиста Бабченко. Вчера, что, кажется, это была спецоперация СБУ. Это, конечно, не фейковая новость, но это была сознательная дезинформация общественности для того, чтобы найти преступников, которые связаны с конкретной организацией преступления. Как реально бороться с фейковыми новостями в Европе, в Украине, на Донбассе? Реально ли, можно ли создать систему борьбы с фейковыми новостями, создать систему фактчекинга, проверки фактов, если мы будем использовать современные возможности? То есть, если надо сказать, что фактчекинг, он не происходит автоматически. То есть, это задача, которую надо решать. Поэтому, если ставить так вопрос, возможно ли фактчекинг, это значит, возможно ли в принципе чего-нибудь проверить? Ну, наверное, да. Вопрос в том, в каком объеме, когда и что. То есть, например, если небольшое есть число, вы хорошо владеете математикой, то пересчитать там орехи в кулечки, ну, вы, наверное, способны, наверное, выбросить, вытряхнуть, кулечек убрать, не сказать бедныне. Вот, смотрите, мы сейчас вот видим, да, на этой поверхности сколько. Это уже будет второй вопрос, не будет, если у них там пустые. Это уже следующий этап проверки. Но, когда мы говорим о явлениях удаленных от нас, о явлениях, сильно связанных с оценочностью, например, люди на Донбассе там страдают. Страдают. Какие, где, в каком объеме, что. Или массовые смерти, там, знаете, да, или там, то есть, ну, вот, можно, можно такие говорить очень абстрактные вещи, да, например, в Украине диктатура. Да, или, ну, понятно, да? Если же мы говорим о том, что совершенно конкретное время и случай, да, там, 15-го числа, там, где-то, произошла авария на конкретном месте, то есть масса подробностей, тогда есть смысл запускать какое-то, то есть, оценочное суждение опровергнуть почти невозможно. И реагируя на это, скажем, на мой взгляд, украинское законодательство, очень хорошо на это отзывается тем, что, фактически, как мы, наверное, вы, наверное, знаете, судебным порядком преследовать оценочное суждение нельзя. Ну, конечно. Это без личного мнения. Скажешь, это нарушение свободы слова. Да, то есть, человек считает, что вот кто-то ретиска, там, кто-то ему не нравится, он любит, там, пенки в молоке. Надеюсь, никого зрителя не стало на пол. Да, то есть, понятно, да? Но когда мы говорим о том, что есть, прежде всего, информационное сообщение, масса деталей, тогда есть смысл, если это кому-то нужно, запустить процесс проверки. Каким образом? Самый простой способ – это сравнить сообщение с каким-то свидетельством возможного очевидца. Ну да, конечно. В эпоху соцсетей мы имеем вот такую двоякую ситуацию. С одной стороны, соцсети осуществляют основной вброс непроверенных данных в СМИ. Безусловно. Каким образом? Потому что в эпоху соцсетей и конкретно интернета журналистика разогналась. Мы теперь привыкли, что она быстрая, она круглосуточная, она всегда доступная, да? Она мгновенно на все должна реагировать. И все, что меньше, 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 не этого, нам кажется, ну, уже непрофессиональным.